Здравствуйте! Вы смотрите телепрограмму «Прачечная» на телеканале ТНТ «Онега» Программу о культуре и литературе Мы продолжаем знакомить вас с представителями интересных творческих профессий Сегодня у нас в гостях солист Карельской государственной филармонии Михаил Тоцкий Здравствуйте, Михаил. Поводом для нашей встречи является грандиозная концертная программа Которая в конце октября прозвучит на сцене государственной филармонии под названием «Флёр де Пари» Там много чего из мировой музыкальной культуры соединилось Прошу рассказать об этом Почему «Флёр де Пари» и что там внутри? Программа родилась не сегодня и не в этом году С Виталием Кисен, с моим коллегой, с которым мы будем выступать на одной сцене А также с моими друзьями, с которыми я сотрудничаю уже очень-очень давно Музыканты известной города Петрозаводска Владимир Неверов и Мирослав Володин И мы представим программу, которая будет называться «Флёр де Пари» Ну, название выбрала не случайно, поскольку музыка, которая будет звучать в этом концерте Она полностью связана с Парижем, с парижскими улочками, с парижской культурой Именно с культурой, которая была рождена именно самим этим городом В концерте прозвучат цыганский, к примеру, цыганский свинг-мануш Это культура цыган, которые проживали исконно на территории Европы В общем-то, в принципе, некоторые из них до сих пор являются кочевыми Они в вагончиках переезжают из одного города в другой Естественно, они играют на гитарах Гитара в нашем концерте будет представлена, как я уже сказал Виталий Кись будет играть на гитаре, московский исполнитель И сама музыка, она, в общем, основана на свинге Который стал популярен в начале 20 века И проник в их культуру, и таким образом это стало, в общем-то, их визитной карточкой Именно цыган Европы Музыка очень зажигательная, очень ритмичная Мелодии всем известны, особенно известны Композитором был такой Джанго Райнхарт Который, в общем-то, и является, что называется, прародителем и зачинателем этого жанра Он являлся популяризатором Потому что до него особенно этот стиль не был известен Мы сыграем минорный свинг Мы сыграем «Семанифик», называется композиция Первая композиция, в которой мы откроем концерт Еще какие-то, из каких-то пластов культуры Да, конечно Будет, к примеру, звучать известные кавер-версии песен, известных шансонье Вот такой был шансонье Серж Гинсбург Я сыграю композицию, которая будет называться «Ледживанезе» Будет кавер-версия инструментального варианта С импровизациями и так далее Также будет звучать в концерте танго Поскольку танго-программа, я каждый год представляю Традиционно день танго, международный день танго, 11 декабря А также в течение года, как правило, на фестивалях Поэтому здесь будет такой, естественно, смешанный концерт Баллады будут звучать очень красивые, тоже французских композиторов Немного музыки Ришара Гальяна, ныне популярного аккордеониста, известного французского аккордеониста А также будет звучать музыка ретро с 30-40-х годов наших композиторов советских Советских композиторов? Да, тоже в таких джазовых обработках Чтобы перейти как бы незаметно и плавно к необычному инструменту, который лежит перед нами Он же тоже часть концертной программы Расскажите про него Да, это в принципе изюминка, на которую я клюнул в прошлом году И мне захотелось его приобрести Этот инструмент называется аккордина Сделал его Андрей Боррель Сконструировал в 1936 году И долгое время этот инструмент не был известен Поскольку пик популярности той музыки, которая сейчас в общем-то на новой волне Он упал тогда в то время И сейчас вот с, что называется, новой волной накатила на Европу популярность именно музыки ретро И свинки и так далее И я вот приобрел этот инструмент Делает его мастер во Франции То есть это ручная работа Звук у нее очень оригинальный Напоминает губную гармонику То есть если кто-то знаком с творчеством Тут Стильманс был такой знаменитый Харпер Да, да, да Вот исполнитель на губной гармошке То в принципе звук им покажется знакомый Единственное исключение, что этот инструмент Он соединяет в себе аккордеон кнопочный и губную гармошку А можно? Можно, конечно, да Звук у меня на губной гармошке Звук у меня на губной гармошке Вы у нас в гостях в нашей телестудии Я знаю, что у нас есть то, что раньше называли роялем в кустах Мы говорили о танго, об аргентинском танго Собственно, если я ничего не путаю Всем известный Астор Пиццола В Париже как раз и творил Что это имеет прямое отношение Как раз к названию флёр де Пари Можно извлечь этот рояль в кустах? Да, конечно Конечно Это тоже банданион Банданион ручной работы Немецкого мастера Поскольку он инструмент Сам по себе родился в Германии Конечно, он сейчас неоспоримо Он является, так сказать, олицетворением С такой стороны, как Аргентина Но на самом деле он родился в Германии А в каких годах он в Аргентине был? В Аргентине он появился в XIX веке В конце XIX века В начале XX моряки привезли его То есть на своих кораблях Которые плавали, в общем-то, с торговыми караванами Вот, они, в общем-то, завезли этот инструмент А можно попросить что-то? Да Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Михаил Тоцкий Идите на концерт Увидимся через неделю А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова